Какие ошибки нельзя совершать, чтобы сдать экзамен на права с 1 апреля 2021 года? Расскажу в этом ролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат, это канал Автосправочная. В этом видео я хочу рассказать о тех ошибках, которые будут влиять на результат экзамена на права с 1 апреля 2021 года. Ранее я рассказывал о том, что с 1 апреля вступает в силу новый регламент МВД, который устанавливает правила приема экзаменов на водительские права. В числе прочих изменений поправки коснулись и перечни ошибок. Ошибки были по-другому сгруппированы и теперь они по-разному влияют на результаты экзамена. Как и ранее, для того, чтобы завалить экзамен, достаточно набрать ошибок на 5 штрафных баллов. То есть при 5 штрафных баллах экзамен считается не сданным. Все ошибки, которые могут быть зафиксированы экзаменатором, делятся на несколько групп. За них могут присваивать 5 баллов, то есть это самые грубые ошибки, 3 балла, 2 балла и 1 балл. Теперь подробно расскажу об этих ошибках. Начнем, наверное, с самых грубых ошибок, которые сразу же дают вам 5 штрафных баллов. В этом разделе с 1 апреля будут изменения. К примеру, там появились два новых нарушения. Это непристегнутый ремень и использование во время движения за рулем мобильного телефона. За эти нарушения теперь будут присваивать сразу 5 баллов. Также экзамен сразу будет заканчиваться, если действия ученика повлекли необходимость вмешательства со стороны экзаменатора, чтобы избежать ДТП. То есть, если экзаменатору пришлось экстренно тормозить, нажимать на педаль сцепления или тормоза, чтобы избежать аварии, то, естественно, экзамен после этого будет считаться не сданным. Также 5 баллов будут присваиваться, если кандидат водителя не уступил дорогу другому транспортному средству, не уступил дорогу пешеходу, если пешеход имел преимущество, выехал на встречную полосу, там, где это запрещено, или на трамвайные пути встречного направления, проехал на запрещающий сигнал светофора либо регулировщика. Также экзамен будет заканчиваться в том случае, если кандидат водителя пересек линию разметки 1.1, то есть это сплошная линия разметки, за исключением тех случаев, когда кандидат сдает упражнение гараж и параллельная парковка. 5 баллов будет также присваиваться за пересечение разметки 1.3, это уже двойная сплошная линия, а также за нарушение требований знаков приоритета, предписывающих знаков, запрещающих знаков и знаков особых подписаний. Кроме того, экзамен сразу будет заканчиваться, если будущий водитель пересек стоп-линию, в случаях, если она установлена совместно со знаком движения без остановки запрещено, или пересек стоп-линию при включении запрещающего сигнал светофора. Также 5 баллов будут выдаваться при нарушении требований к обгону, повороту, развороту, движению задним ходом. Если будущий водитель превысит разрешенную скорость или же нарушит требования к проезду же до переезда, то в этом случае также будет начисляться 5 баллов. То есть вот такой вот большой перечень ошибок, при которых экзамен сразу же после первой ошибки будет заканчиваться. Далее, следующие ошибки, за них присваиваются уже 3 балла, то есть это, скажем так, ошибки средней степени тяжести. К примеру, если будущий водитель выехал на перекресток или на пешеходный переход, в случае, когда там образовался затор. Также 3 балла будут начисляться за нарушение правил остановки и стоянки, за неиспользование поворотника перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой. Если водитель в установленных случаях не снизил скорость или не остановился, когда это нужно было сделать, также будет начисляться 3 штрафных балла. Также 3 балла будут начисляться за нарушение правил перевозки пассажиров. Как я уже ранее рассказывал, с 1 апреля в машине по нему экзаменатора могут находиться представители автошколы, общественных организаций и другие посторонние лица по согласованию с будущим водителем. К примеру, если хотя бы один из этих пассажиров не пристегнет ремень перед началом движения, то это также будет считаться нарушением правил перевозки пассажиров. Если будущий водитель проигнорировал требования экзаменатора, либо нарушил требования по использованию аварийного знака и аварийной световой сигнализации, также будет начисляться 3 штрафных балла. Помимо этого, также по 3 штрафных балла будет начисляться за нарушение при выполнении маневров, которые ранее сдавались на площадке. Это речь идет о эстакаде, о гараже, о параллельной парковке и о развороте в ограниченном пространстве. То есть за нарушение при выполнении данных упражнений также будет начисляться 3 балла. Далее, следующий раздел – это у нас нарушение, за которое начисляется по 2 балла. 2 балла начисляются в случае, когда курсант не выполнил требования разметки, кроме трех видов разметок – это сплошная, двойная сплошная и стоп-линия. А в всех остальных случаях за нарушение разметки будет начисляться 2 балла. Кроме того, 2 балла будут начисляться, если курсант без необходимости двигался слишком медленно, создавая помехи другим участникам дорожного движения, если он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, то есть, к примеру, выбрал не ту полосу, а также за нарушение требований к использованию световой и звуковой сигнализации. К примеру, если перед началом движения ты не включил свет, то тебе сразу же за это начислят 2 штрафных балла. И наиболее мелкие нарушения, за которые будет начисляться 1 штрафной балл. Если курсант неправильно оценил дорожную обстановку, также если он не своевременно подал сигнал поворота, к этому варианту относятся следующие случаи. Если он не выключил поворотник после завершения маневра, если он включил поворотник поздно, то есть одновременно уже с начала маневра или прямо во время выполнения маневра, и если это включение поворотника ввело в заблуждение других участников дорожного движения. Кроме того, есть еще одна интересная ошибка, за которую начисляется 1 штрафной балл. Она называется «Неуверенно пользовался органами управления и не обеспечивал плавность движения». Сюда относятся следующие ситуации. Если при начале движения курсант допустил резкий стат, то есть пробуксовку, либо рывок, резко затормозил при отсутствии необходимости предотвратить аварию, не обеспечил плавность движения, не выбрал правильную передачу при начале движения, долго переключал передачу во время движения, без необходимости двигался слишком медленно, был дезориентирован в органах управления, либо без необходимости использовал некоторые органы управления, начал движение, не выключив стояночный тормоз, заглох двигатель, и допустил неконтролируемый откат назад при трогании на подъеме, без риска попадания в ДТП. Во всех этих случаях начисляется один балл. Кроме того, сюда же относятся все остальные иные нарушения ПДД, которые не попали в предыдущие разделы. Такая вот информация содержится в новом регламенте. Поэтому заранее готовьтесь, готовьтесь хорошо, тщательно, чтобы из-за совершения таких ошибок не провалить экзамен и не остаться на пересдачу. Все, ребята, всем удачи на экзаменах, всем пока. А если тебе понравился этот ролик, не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк. Также, чтобы быть в курсе всех последних новостей, советую нажать на колокольчик, чтобы при появлении новых материалов тебе всегда приходило уведомление. А своим мнением по данному ролику ты можешь поделиться в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok